Всем привет! Не так давно Days Gone раздавали по подписке PS Plus. Еще игра недавно вышла на ПК, и я подумал, почему бы не сделать видео, как можно облегчить прохождение на начальном этапе, особенно на высоком уровне сложности. Надеюсь, вам будет это полезно. А если тебе нравится тематика игр, консолей и ПК, то ты попал на нужный канал. Подпишись, чтобы не пропускать интересные ролики. Что если я скажу, что в Days Gone можно получать бесконечное количество гранат, аптечек и патронов? Нужно просто знать определенные локации. На начальном этапе игры вы ограничены в арсенале оружия и припасов, и тратить лишнее на различные типы гранат, ну вы точно не станете. Но я вот за время игры обнаружил такую вещь, что есть локации, на которых спаунится лут, и существует их две. Если знаете еще какие-нибудь интересные локации, то напишите в комментариях. Первое это вот эта дамба у реки, которая находится достаточно близко с лагерем, где вы постоянно бываете. Когда вы туда доедете, нам нужна вот эта постройка в виде буквы П. Забираемся наверх по лестнице, и там нас ждет достаточно много лута. Главное запомните. А то забудете. Почему я говорил респауниться? А игра так устроена, что когда вы проходите сюжетное важное задание, на локациях происходит обновление лута, и вы можете периодически сюда заезжать, набирать гранат, фугаса, мин. Иногда тут даже респауниться оружие. В общем, полезное место. Вторая локация находится уже подальше, и мне пришлось ее поискать. У меня это место еще не было открыто в этом прохождении. Вот смотрите, это вот такое небольшое поселение. Когда вы его найдете, нам нужен вот этот дом, точнее гостиница. На втором этаже есть две запертые двери. Ну а попасть в них можно через окно. Оббегайте дом с левой стороны, я почему-то побежал с правой. Забирайтесь по электрощитку на крышу. И тут будут окна в эти две комнаты. Вы собираете лут, открываете двери, и теперь в них можно заходить с основного входа. В этих двух комнатах тоже часто спаунится лут. Много аптечек, разные ресурсы, гранаты. Тоже можете сюда периодически заезжать после какого-то времени. Лут после важного квеста должен обновиться. На первых этапах игры очень полезные локации, особенно когда идете на первое гнездо зараженных. Одна осколочная граната может подорвать 50 фриков. Так что пользуйтесь. На этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Если ролик понравился, то оцените его лайком. Перекиньте друзьям, может кто-то тоже играет Дайсгон. Не забывайте про подписку и колокольчик. Ну и напишите комментарий. Может вы еще знаете какие-нибудь локации. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие. И будьте здоровы. Всем пока.